За каждой сухой цифрой статистики травмированных детская жизнь и здоровье. Сегодня, по информации областного следственного комитета, в производстве находится 30 материалов проверок случаев от травмирования несовершеннолетних и 14 у гибели. Основной причиной травмирования или гибели детей на территории области явилось оставление детей одних без присмотра родителей, хотя бы на непродолжительное время. Если рассматривать непосредственно факты гибели детей, то из 28 фактов 7 случаев смерти несовершеннолетних наступило в результате дорожно-транспортных происшествий, 2 ребенка погибли в результате падения с высоты, также 2 ребенка умерли в результате отравлений и 16 фактов по иным причинам. Особое беспокойство у нас вызывают факты совершения суицидами несовершеннолетних. У нас сегодня 9 таких трагических случаев произошло, по каждому мы провели проверку. Смотрим, какая же была ситуация в семье, кто же у нас не смог увидеть вовремя, что ребенок не хочет больше жить. Поэтому сейчас мы принимаем меры, смотрим, достаточно ли всеми органами были приняты меры, каждый факт анализируется. Смотрим, что у нас дети в городе Бресте совершали суициды, прыгая с крыш. Проанализировали и жилищно-коммунальным службам внесли акт реагирования, чтобы все было незамедлительно закрыто. Если причины суицида в психологическом состоянии семьи, то дорожно-транспортные происшествия – результат человеческой беспечности. Не пристегнутые ремнями безопасности и не находящиеся в автомобильных креслах маленькие пассажиры становятся жертвами аварии. Юные велосипедисты, не имея навыков и знаний правила дорожного движения, ездят по проезжей части или неправильно пересекают пешеходные переходы. Только за 7 месяцев текущего года 46 детей стали жертвами халатности родителей и собственной беззаботности. 7 из них погибли. Чтобы детям было удобно, мы много путешествуем, чтобы они могли спокойно там сидеть, спать и длинные дороги переносить хорошо. Ну и чтобы ремни были хорошие, боковые штучки были. Сразу же мы купили как переноску, то есть с нуля там до 12, а сейчас там повыше идет оно разная, повесовая категория детей там сейчас до 6 лет. Свыше там уже пойдет по росту бустер, оно разбирается, это кресло. Конечно нужно покупать и на этом не стоит экономить, это как бы продолжение нашего рода, наша дальнейшая жизнь. И мы за ее в ответе, как бы вот это мое мнение, не надо на этом экономить. Падение из окон – настоящий бич белорусских детей. Следственный комитет добился введения строительной нормы, предусматривающей обязательную установку ограничителей на окна. А специалисты не устают напоминать, что москитная сетка не защитит малыша от падения. По счастливой случайности все дети, которые у нас вообще выпадали, а такие факты у нас есть, у нас были только травмированы. Поэтому для всех родителей это предупреждение. Сегодня москитная сетка не является защитным механизмом, и ребенок спокойно толкает ее и выпадает из окна. Поэтому как и запирающее устройство, и особое внимание смотрим, ребенок, смерть каждого ребенка для нас трагедия. Еще одна угроза для жизни детей исходит от водоемов. Отсутствие контроля за малышами со стороны родителей ежегодно добавляет десятки случаев гибели от утопления. Легкомыслие и беспечность взрослых – главная причина. Сегодня жарко, все дети у нас и взрослые на пляжах, мы все хотим купаться. И поэтому внимание родителей в первую очередь должно быть за детьми. Сегодня для нас всех на слуху случай, который произошел на грибном канале, когда вместе с родителями отдыхал маленький ребенок, родители отвлеклись и произошла трагедия. Сегодня мы проверяем, прокуратура проверяет все места отдыха, которые особое внимание уделяется. Мы проводили проверки в мае, постоянно держим на контроле. Зачастую родители могут предотвратить несчастье, создав для своих детей безопасную среду и на собственном примере показывая элементарные нормы безопасного поведения. Не переходи улицу на красный свет, не заплывай за быки, пристегивайся в машине, держись за поручень. Также для обеспечения безопасности своих детей необходимо быть ближе к ним, прислушиваться к ним, а также постоянно подавать им правильный пример безопасного поведения. Я бы хотела всем родителям обратиться к ним, чтобы они научили своих детей безопасному поведению, чтобы они научили каждый своего ребенка, например, плавать, чтобы их ребенок, ну, все сделать, все сделать такое, чтобы их ребенок в любой ситуации какой-то опасной смог принять адекватные действия. Всегда, чтобы вы знали, где ваш ребенок, с кем ваш ребенок, если это маленький ребенок, ну, как врачи говорят, на расстоянии вытянутой руки.